МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рязанская область вошла в число лидеров среди регионов ЦФО, имеющих наибольшую динамику по выявлению фактов неформальной занятости населения и ее легализации. Проблема эта актуальна не только у нас, но и в целом по стране. Одна из важных проблем, которая существует, это, в первую очередь, недобросовестные работодатели, уходя от всевозможных налогов и отчислений во все бюджетные и внебюджетные фонды, то есть нелегальная заработная плата. Легализация заработной платы, она сегодня является болевой точкой не только для конкретно пенсионного фонда, но и для фонда социального страхования, фонда медицинского страхования, также федеральных налоговой инспекции. И, соответственно, на уровне нашего региона у нас созданы комиссии по легализации заработной платы, где принимает участие и Министерство труда нашей Рязанской области, и вот все наши внебюджетные фонды и налоговые органы. На сегодняшний день, по неофициальным данным, в Рязанской области около 50 тысяч человек работают нелегально, то есть без официального трудоустройства. Не имея договоров с работодателями, эти граждане лишают себя социальных гарантий, таких, например, как оплата больничных листов и отчисления на будущую пенсию. В настоящее время правительством страны поставлена задача снизить нелегальную занятость, увеличив тем самым число официально трудоустроенных россиян. Конечно, эта работа, она кропотливая, ее не можно решить в течение одного года, поэтому я думаю, что вот этот принцип работы, он будет у нас продолжительным в процессе нескольких лет, пока мы не переломим и сознание работающих граждан, чтобы они неохотно соглашались на эти серые выплаты заработной платы, учитывая свои потери в будущем, ну и, конечно, повышая ответственность людей. В ходе работы по выявлению фактов теневой занятости в Рязанской области было организовано взаимодействие между различными государственными органами и фондами по обмену необходимой информацией. Совместными усилиями с начала 2015 года в регионе выявлено свыше 9 тысяч нелегальных работников. С более чем 90% из них по результатам проведения переговоров с работодателями удалось в дальнейшем заключить трудовые отношения. В этом году мы заслушали более 620 налоговых агентов, которые имели расчетную задолженность по НДФЛ. Они погасили по результатам вызова в налоговые органы задолженность по НДФЛ на сумму 279 миллионов рублей. Кроме того, также было приглашено и заслушано более 1916 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже уровня установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Рязанской области. В результате этой работы расчеты НДФЛ повышены более 900 налоговыми агентами. Ну и наконец, также значимое направление участок нашей работы – это проведение уже выездных налоговых проверок. В этом году количество выездных налоговых проверок существенно возросло, более 50 их проведено, и сумма дополнительных начислений налоговыми доходами физических лиц о налоговой проверке проводится в отношении тех организаций, которые незаконно не перечисляют в полном объеме НДФЛ бюджет. Сумма налогов, дополнительно начисленная по результатам налоговых проверок, составила более 110 миллионов рублей. Мы взаимодействуем с фондами пенсионного страхования, пенсионный фонд и фондом социального страхования. Получаем данные те организации, которые там настолько работников, у них получают зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. Мы выбираем эти организации и проводим внеплановые проверки. Низкая зарплата служит верным признаком существования серых схем оплаты труда. Делается это для того, чтобы минимализировать выплату единого социального налога и налога на доход физлиц. От этого в стране сокращается общий объем средств, которые можно было бы направить на увеличение пенсий, несет уроны системы медицинского страхования, рискует не выполнить свои социальные обязательства государства. Больше всего зарплаты в конвертах распространены в малом и среднем бизнесе, в торговле, в сфере бытовых услуг на предприятиях с небольшой численностью работающих. В некоторых организациях зарплата идет в подобном направлении. Есть официальная, есть так называемый серый в конвертах. И понятно, что та официальная, которая есть, она попадает в отчетность пенсионного фонда, она служит, так сказать, основой для начисления в будущем пенсии гражданину, а вот серый зарплата, она проходит мимо. И, соответственно, в будущем гражданин теряет в пенсионном обеспечении. Это один аспект. А другой, конечно, это пополнение и бюджета, потому что НДФЛ, те 12%, это источник пополняемости доходной части бюджета. А вы знаете, что бюджет, он необходим для страны и региона. То есть, если мы после проверки выйдем, что в ежеквартальном отчете стоит одна сумма, перечисленная НДФЛ, а фактически бюджет поступил в меньшем объеме, то эта информация будет сразу образовывать налоговую заблужденность, и мы будем принимать активные наступательные меры, направленные на ее погашение. Более того, установлена ответственность работодателя в случае, если они не исполнят эту обязанность по ежеквартальной отчетности налоговую службу. Какая ответственность? Она очень существенная. Соответственно, это система штрафов. Но еще более принципиально – это, конечно, возможность приостановления операции по счетам организации. Жизнь показала, слава богу, наши граждане сегодня действительно понимают ответственность. Приходят даже письма, жалобы не только от хозяйственных субъектов, но даже, что меня удивляет, от некоторых бюджетных учреждений. И для того, чтобы гражданину дать нам звонок или звоночек, что ли, по этой теме, он может обратиться непосредственно письменно в пенсионный фонд, указать, может указывать свою фамилию, имя отчество, может не указывать. Просто сказать, что вот я работаю там-то, не полностью отражается, то есть нам платится в серых схемах. Мы тогда, соответственно, будем реагировать на эти звонки. Мы также открыли на постоянной основе горячую линию нашего управления, куда любое физическое лицо может сообщить информацию о признаках уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц. Я сейчас произнесу телефон этой горячей линии 24-28-44. 24-28-44. Значит, у нас поступило за вот этот период времени текущего года более 50 звонков, и надо сказать, что 40% из этих звонков подтверждаются. Действительно, на основе информации, которую нам предоставляют сами работники, граждане, мы проводим соответствующие мероприятия налогового контроля, они весьма результативны. Бесспорно, и сами работники должны быть заинтересованы в этом вопросе, потому что из белой заработной платы в дальнейшем складываются социальные права, в первую очередь пенсионные права. Вопросы соблюдения законодательства об оплате труда в регионе берутся под все более жесткий контроль, ведь из-за серых схем, теневых заработков, областной бюджет недополучает значительные средства, а многие рязанцы, по сути, становятся людьми с ограниченными правами. Совсем недавно как-то было легко переходить улицу там в любом месте неположенном, да, и вот на красный свет. А заметьте, вот последние годы уже какое-то вот сознание, что надо пойти на переход пешеходный, пройти в то время, когда там загорели зеленые. То есть, и уже люди воспитаны в этом, по-другому нельзя быть. То есть, создавать атмосферу вот такую, чтобы это было невозможно, где-то ты работаешь нелегально, ты стыдно, ты ненормально, то есть, во всех отношениях, чтобы это как на уровне там морального преступления, или какого-то какого-то аморального проступка. Да, если бы у нас, так сказать, человек имел право выбрать, или там предлагалось большое количество рабочих мест, и он бы, ну хорошо, мне не нравится, я пойду к другому. А права выбора нет, и он иногда бывает вынужден выходить. И для этого, конечно, вот еще очень большую роль должны сыграть профсоюзные организации. Как вывести зарплату из тени? Главная задача сегодня – выработать с представителями профсоюзов, органов исполнительной власти, общественными организациями, предпринимателей единое мнение, как лучше бороться с проблемой нелегальных зарплат. На предприятиях, где действует первичная профсоюзная организация, и заключен коллективный договор, проблема смягчена или вовсе не существует. К сожалению, далеко не все работники региона пользуются своим правом на объединение в профсоюзы, особенно в малом и среднем бизнесе. Не столько стоит уповать на инспекцию труда, там, прокуратуру, там, и суд, и прочее. Все-таки сами в трудовых коллективах, может быть, через представительный орган. Не надо знать, что у нас существует закон о деятельности профессиональных союзов и гарантии деятельности. Создавать свои, если где нет, профсоюзные организации. Те, которые есть, выбирают достойных людей, профсоюзный, значит, представительный орган, и с тем, чтобы они защищали реально их права на местах. Потому что сейчас вот уже опять законодательно предоставлено право коллективам самим, например, инсценировать банкротство предприятий. То есть предприятие в загоне, оно не работает, не может. Давайте тогда продавать и заплатить, а мы пойдем работать в другое место. Во всех муниципальных образованиях есть телефоны горячей линии. Также телефон горячей линии есть и в министерстве в нашем. Также можно обратиться в трудовую инспекцию, которая непосредственно занимается этой проблематикой и может привлечь работодателя уже к ответственности, довести это дело до логического конца. И даже иногда дело доходит до дисквалификации руководителя и приостановления деятельности предприятия. По результатам проверок по вопросам оформления трудовых отношений, полноты и своевременности оплаты труда более 60 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Ведется индивидуальная работа с каждым работодателем, собственником организации, направленная на легализацию трудовых отношений как в инспекции, так и при проведении надзорно-контрольных мероприятий, в результате которых заключено более 200 трудовых договоров с работниками. Ну, в основном, конечно, это индивидуальные предприниматели и юридические лица, ну, наверное, микробизнеса. Есть, конечно, случаи, частично выявляются и на средних и крупных предприятиях. Но хочу заметить, что в основном, если смотреть отраслевой разрез, это предприятия торговли, обрабатывающей промышленности, ну, и частично сельского хозяйства. Граждане, получающие зарплату в конвертах, так же, как и работодатели, выплачивающие ее, являются соучастниками преступления, которые подразумевают и уголовную, и административную ответственность. Меру уголовной ответственности может быть и штраф, причем не всегда значительный. По имеющимся оценкам, теневой сектор рынка труда России может достигать 15 миллионов человек. По оценкам Роструда, около 11% России получают зарплату в конверте, 16% оформлены и получают лишь часть зарплаты официально, а вторую часть – нелегально. Работодатель здесь имеет преимущество, предлагает либо зарплату, так называемую, официальную, в два раза меньше, чем ты будешь получать неофициально. Это является правонарушением. За это предусмотрена и уголовная ответственность, так же административная ответственность. Соответственно, те люди, которые получают зарплату, подвергают себе риску быть привлеченными к этой ответственности, а те юридические лица и предприниматели, которые выплачивают зарплату, соответственно, подвергают свой бизнес так же тем рискам, которые несет за собой привлечение их к уголовной, либо административной ответственности. Мы много фактов имеем неформальной занятости, и те штрафные санкции, и привлеченные лица, которые попали в эту ситуацию, зачастую дальше не могут продолжить деятельность предприятия, потому что на данный момент штрафы настолько высоки, что парализуют деятельность той или иной организации. Криминализация ответственности за неформальные трудовые отношения подразумевает введение уголовного наказания за нелегальную занятость. Такая мера обусловлена прежде всего тем, что доход, полученный в рамках неформальной занятости, с которого, соответственно, нет никаких предусмотренных законом, обязательных налоговых и прочих отчислений, можно приравнивать к доходу, полученному незаконным путем. Что переводит данные правонарушения в криминальную сферу? В отношении девяти должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях требований трудового законодательства, в связи с нарушениями законодательства об оплате труда, направлены материалы у органов прокуратуры и следствия в целях решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности. У нас сейчас вот два таких руководителя, двух руководителей направлено решается дело в суде о дисквалификации до трех лет. Это ведь предусмотрена уголовная ответственность. И мне кажется, с одними административными, конечно, мерами по легализации, вот и наши, так сказать, штрафные санкции, совещевания, конечно, они вот имеют, вот есть результат, да, вот я вам назвал 320 договоров по нашим требованиям, где мы с Машей смогли выявить, а главное доказать факт нетрудовых отношений, что гораздо сложнее, это очень тяжело доказать, что-то есть. Но, наверное, что-то надо, может быть, какие-то экономические рычаги, может быть, там, опять же, сложно сказать, послабление там в налоговом, то здесь опять потеряем, да, как-то вот. Я вот таких вот, наверное, сразу, как бы, вот, однозначно, которые привели бы к хорошему результату, честно говоря, не вижу. Очень сложно ответить на вопрос, как легализовать рынок труда. Профсоюзы редко с этим сталкиваются, просто потому, что там, где есть профсоюзы, не бывает черных зарплат. Но, по всей видимости, необходимо на уровне государства поддерживать крупный и средний бизнес. Также надо решить вопрос с самозанятыми работниками. И, логично, помогать бизнесу, высокая налоговая ставка, высокие арендные платежи. Слишком выгодно работать в тени. Необходимо сделать пенсии привлекательными, чтобы работник сам был заинтересован идти работать легально. Нужно сделать более жестким охват коллективными и отраслевыми соглашениями. В общем, трудно придумать какую-то одну меру по легализации рынка труда. Скорее, это должна быть система мер, причем как стимулирующих, так и контрольно-надзорных. И от того, насколько активно будут содействовать обманутые работники, напрямую зависит то, как скоро вопрос легализации занятости в нашей стране, если и не будет закрыт полностью, то перестанет быть нездоровой опухолью нашего общества. Субтитры создавал DimaTorzok